Сейчас мы проходим специальный мануальный массаж и вот мы уже прошли всю спину, уже декомпрессировали, локтевые техники были. На чем мы закончили, там мы продолжаем. Продолжаем с локтевых, с плечи лопаточной зоной. Эта рука догоняет, это вот здесь, мы закончили вот так вот, это подхватывает трапецию, подает ее выше, а эта рука растрясает и проминаем трапецию теперь с верхнюю, конкретным кулаком прямо. Ну, примерно получается три зоны. Раз, придавим, два, три, где место крепления. Рука продолжает работать плечом, лапой леопарда, да. Вторая рука кладет руку назад, и мы подыраем. Разминаем плечевые мышцы дельту, переднюю дельту, которая спереди, да. Если у человека прилипаляется, плечок столу не может себя отодрать, да, это вот укорочена малая грудная мышца и дельта. Соответственно, вот мы дельту и малогрудную, там прям отключиться, прям оттуда вытягиваем в глину, в глину вот так вот тянем, вот тут разработали, и теперь легонечко держим вращение топорика, вот видите, похоже на топорик, да, мы вот так вот его вращаем в эту сторону и в эту сторону, восьмерочки. Потом, как палец ставим, легонечко, не сильно, без силы, на сустав и, чик, плечи сюда, опускаем руку, это остается на кромеальном отростке, а здесь в нижний уголок лопатки и даем лопатку вот сюда. Это мы растягиваем ромбовидную мышцу сзади, спереди вернее, которая сбоку вот тут крепится, тут лопаточную мышцу, а ромбовидную сокращаем, вот тут зубчатая, тут ромбовидная сокращаем. Теперь наоборот, ромбовидную тянем и леватор скапывается мышцу, поднимающую лопату, тоже вытягивается в эту сторону, вот туда, сюда, растягиваем лопаточку вот так, вот так. Рука теперь лежит здесь на крестце и прям всем весом можете повиснуть, ваш пол, половина корпуса отдыхает, то есть вы еще во время массажа отдыхаете, а работает только одна рука. Вот она растирает, эта рука управляет ее локтем, нам надо тут, например, растянуть, да, пошире, значит, смотря, отводим сюда руку и вот растягиваем трапецию верхнюю. Обязательно чуть-чуть не поднимаем, потому что трапеция крепится вот там еще одну треть ключицы спереди захватывает, то есть она сюда заворачивается, то есть вот там еще растираем. Потом надо лопатку открыть, опускаем локоть вниз, видите, поднялась лопатка. Чем ближе к корпусу тела, тем больше она открывается. Но у кого, вы спрашиваете, у кого болит плечо или лопатка, да, ну или рука, тогда придется пошире класть, вот так, спасите, болит, не болит. Вот, растираем здесь. Получается, у нас трапеция, она вот так вот видела, волокна у нее, да, тут ромбовидное получается сухожилие такое. Значит, мы вдоль трапеции вот растираем, вдоль этих мышц, продой получается, да. А теперь поперек этих мышц. Растираем поперек. Мягко рука, да, запястьем тоже, да, отодвигаем лопатку. Вот. И на локоть переходим, рисуем те же самые, те же глотые часов, которые у нас были, да, подбиваем, вот. Реберно-поперечное соединение. То есть, вот такие кружки. Так же ребрышки, да? Да, так же. Так же и делаем в том же направлении. Так, в том же направлении. Ну, позвоночника вверх, а сюда вот ребрышки подбиваем. Вот такие вот у нас. Еще раз показываю. Раз, раз. Дышь, дышь, дышь. Доходим до, ну вот лопатки тоже отодвигаем, она тоже побольше у нас. Какие такие получаются. Доходим до верхней трапеции. И ее отдельно вот раздвинули, видите, за руку. Расширили ее, да, растянули. И продавили, сжали. Растянули, продавили, сжали. Растянули, продавили, сжали. Растянули, продавили, сжали. То есть, вот эта рука у нас постоянно управляет локтем, да. Теперь берем, так мягко заходим сюда. Рука превратилась в кулак. И кулаком мы начинаем всю трапецию. Так, локотком подключено. Локоток вот так вот подключено. Вот. И сейчас у нас пройдут точки. Триггерные точки, они несколько болезненные. Я вам нарисую. Значит, все точки не надо знать, да, достаточно. Место крепления трапеции, вот, в аккормиальном отростке и включится, да, ямочка тут. Чуть-чуть сантиметра подступаем, получается, вот, точка. Потом посередине вот этого участка, вот, точка. Точка в уголке лопатки, где крепятся мышцы, поднимающие лопатку. Соответственно, все давим в сторону лопатки, то есть, вот туда. Вот, куда-то в тело, и вот туда. Вот здесь видно, что доходят мышцы трапеции снизу, да, получается, точки. Ну, дальше уже точек нету. Есть вот тут точки, но сейчас мы их не будем рассматривать. Вот, где заканчивается задняя дельта, и начинается малая круглая мышца, точка вот тут. Прям лопатку надо давить. И между двумя круглыми мышцами, малой и большой, вот здесь точка. Соответственно, техника широтца, она, по идее, должна винтиться в точку и вы не винтиться, да? Ну, можно вибрацию делать. Большой палец сильнее всех остальных пальцев. Поэтому сфотографировать хочешь, да? Да. Ну давай сфотографируй. Поэтому мы сюда вот ввинчиваемся, прямо вот туда в точку. Бывает болезнь, поэтому всегда предупреждаю, потерпи, потерпи, подруга. Нормально? Да. Вот в эту точку. Вот в эту точку. Вот в эту точку. Их четыре. На самом деле там, если брать с китайской медициной, там точки много, по меридианам они идут, в несколько рядов, вот так вот, да? Ну, нам все вот это, китайщина не нужна, да? У нас в основном триггерные точки. И они часто совпадают с нервами. Тут идет нерв, можно вот эту точку, вот в эту сторону теперь. Чуть продавили. Больновато, да? Вот так? Нет. Это значит попал. То есть, если больно, значит попал. Вот. Дальше уже точек нету, поэтому просто пальц засовываем под лопатку и накатываем как бы лопатку на свой палец. Вот туда. Вот. Да. И получается вон сколько пальцев входит. Чуть ли не все четыре. Но три пальца точно стоит под лопатку. Вот. Это мы заодно еще и, вот приподняли лопатку, да? Это получается под лопаточную мышцу мы еще вот промяли. Туда тоже редко-редко вот массажист залазит. Теперь трапеция у нас, получается, идет вот так вот ее волокна. Супожидный ромб. И вот так волокна пошли. Вверх, да? Будешь фотографировать? Да. Да, еще раз. Так что мы рисуем, чтобы было видно. И вот волокна трапеция. Ну и кулаком, соответственно, вдоль волокон с вибрацией. То есть вот тут растянули, получается, трапецию, да? Кулак на себя. И кулаком вот этот ветр проработали и вот туда увозим чуть-чуть. Прямо по линии этих волокон. Дальше под вот этим углом. Ну тут эмболитная мышца попадает. Под вот этим углом уже меняем уголок. Под вот этим углом. Под вот этим углом под загонами, да? Не знаю почему. Щекотно? Угу. Вот. И теперь поперек всех этих мышц вот туда вот уходим. Опустили руку, круглые мышцы разгладили шестеренками. И из отработанной зоны уводим теперь лимфу вот туда. подмышечную впадину. По ребрам спускаемся. По тазу, по ягодицам. Здесь между ребрами. Ребра примерно толщина с палец, да? И между ними расстояние с палец. Вот. Как раз наши пальчики между ними проходят. Вот так по диагонали. Расшатываем межреберную вот эти вот мышцы. Там я такие коротенькие по сантиметрику. Такое много мышц там идет. Совершенно убираю у человека межреберную невралгию. Вот. Все расшатали. И теперь добавляем вибрации и ударные техники. Ну, желательно начинать с мягкого места, чтобы человек не пугался. Переходим на кости. И, соответственно, я вам говорил, да, что по ассистам отросткам больно бить. А вот по ребрам ребрам, ребрам, без расширения, можно. По лопатке можно. Сверху по плечу можно. По тазу можно. По крючцу можно. Поэтому вот мы, смотрите, как бьем в разные стороны. Как бы для декомпрессии. В ребра. Лава еще пропускаемся. С десятого ребра, примерно, начинаем. В разные стороны. Для декомпрессии. Пробили вот этот. А удары какие могут быть? Легким кулачком таким. Хлесткий получается удар. С зажатым кулаком получается. Массивный, жесткий удар, да? То есть вот. Хлесткий удар. Массивный удар. Потом есть удар трещоткой такой. Вот эти все пальцы. Можно объединить. Примерно руками сразу. Это чистый удар. Примерно руками? Супер. Вот. Вот. Ну, как бамбуковым веником получается. Похоже, да? Ну, пальчиковый дождик, он такой слабоватый, как раз. Для наших целей. Ну, нужно, чтобы успокоился тело, да? Теперь шлепки. Открыты ладонью. Получается такой. Вот, сюда. Ладонью такую сворачиваем лодочкой, получается, вакуумная подушечка. Посмотрите, чтобы щеления не было. Да. Друг на другой, да? И после удара, после шлепков, бывает болезненно. Нормально, да? Снимаем только эту боль тем, что мы такую вытяжку делаем. Пролюбились к мышце и продраживали ее вот так вот. Вниз теперь идем. Теперь все движения идут вниз. Если, да, это все работало вверх, слышите, да? Теперь вниз, потому что мы снимаем уже напряжение. Повышенное давление это могло быть во время массажа повысится, да? Все это снимаем. Вот. Как бы на этом массаж спины закончился, сделали с этой половинкой, потом повторили с этой половиной. На самом деле, это все достаточно быстро. То есть, на одну половинку тратится 10-12 минут примерно. И добавим немножко теперь мануальной практики. Рука повисла. Если человек руку держит, да? Продобеждаем, чтобы он прям висел, просто висит. Взяли под плечо. Берем, там, ныряй. Под руку, да? Второй локтем целимся в первое ребро. Вот сюда, то есть, открыли, не поднимая сначала. Сначала упустили, чтобы попасть. Чтобы попасть. Чтобы попасть, да. Подняли. И на выдохе это рычаг на себя, а локоть от себя. Взлокнули. 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 Вот сюда опустились. Тут, смотрите, работают два локтя. То есть, получается рычаг двойной вот такой. Рука просто поддерживает. Еще поможет. Взлокнули. 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 И мягко выходим из тела. Взлокнули. Взлокнули. Все, далее, мы начнем новые интересные сеты. С проработкой плечопаточной зоны, волосяной части головы но об этом в следующем видеоролике. С вами был Алик Алабубин. С вас подписка и ставьте на майки. Переходите к вам на обучение.